Я зашла со вторых ворот в этот дорогой Нейбухуд и начинаю свой рассказ о работах в Америке. Ну, работах таких вот, которые для людей без знания английского языка. Видео будет очень... Чтобы видео не делать очень длинным, я буду несколько роликов снимать, где-то вот по 10 минут. Наверное, не больше. Я буду контролировать время и записывать. Поэтому, кому это не интересно, кто уже прошел этот этап и не хочет послушать мой рассказ об этом, то он может не смотреть даже. Но, когда я собиралась в Америку, я... Я рассказываю это для Лены. Когда я собиралась в Америку, то я не представляла себе, какая здесь звезда. Если видно, сейчас я приближу. Я не представляла себе, какие здесь работы, где можно работать, да еще и без знания языка. Единственное, о чем я побеспокоилась, я взяла с собой учебники, всякие тетрадки, всякие вот... Ну, все, что я могла, и в магазине тогда купить. Тогда хороший выбор был у нас, завоз хороший был. Я всю пропись и все-все набрала про русский язык. И, в принципе, если бы я вот не знала это, я бы этим воспользовалась. Я, когда уезжала в Америку, мне сказали... Ну, меня предупредили, говорят, ты там, не навязывайся никому, ничего не предлагай, люди сами должны к тебе обращаться. Ну, в общем, просили никому не надоедать. Вот это было ошибкой. Мне так повезло. Ну, в принципе, даже мне и не повезло. Потому что я этим не воспользовалась. Я вот буду показывать все, что я вижу, да? Вот здесь вот красивые кусты. Дом я уже не буду показывать. Красиво очень. Они здесь все вроде бы одинаковые, но и в то же время разные. И мне повезло в том отношении, что у меня был шанс. Мы жили на втором этаже в Протвеле, это штат Алабама. А на третьем этаже жила индейская семья. И он очень хорошо говорил по-русски, потому что он учился на врача в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. И он сам с нами стал разговаривать, и так чисто, без акцента, без ничего, так хорошо разговаривал на русском. И он сказал, что у него есть дочь, ей 5 лет, и она хочет разговаривать по-русски. Она знает несколько слов, она смотрит Маши и Медведь, все понимает. И вот тут мне нужно было предложить свои услуги, что я учительница русского языка, что я могла бы ее научить. Я привезла с собой даже букварь Жуковой, что я могла бы ее научить читать, писать всему на русском языке. Причем у меня, в основном, вот это и была специализация на подготовке детей к школе. и я это не сделала. Я это не сделала, он у меня ничего не спросил. Но вот я не помню, я сказала ему, что я учительница, что я учительница русского языка или нет, вот это я не помню уже. Здесь тоже так украшено и флаг, и вот здесь вот уже и ящерки на стенах. Я уже приближать не буду. Так, вот вон черепашка там на стене, и вон какой-то узор. В общем, если заметят, будет нехорошо. Вот Фидекс едет, и он что-то, по-моему, побольше, чем тот. Нет, такой же. Я, в общем, его не предложила, и он тоже как-то не стал об этом, не стал он об этом говорить. У него и жена была доктор. Но она по-русски не говорила, только он говорил по-русски. И, в общем, все это дело так и ушло. Но когда я собиралась в Америку, вот я сбилась, потому что я уже два раза записываю, и все время что-то не то. То я одно неправильно покажу, то впереди шла американка, так красивая она, в принципе, была. Что это? Ее не хотелось бы это показывать. Вот она попала в кадр, и впереди меня шла. Я как-то не подумала об этом. Я поэтому все стерла, и уже в третий раз, боже, там даже вон лев какой-то. И этот. И мне пришлось два видео стирать, и вот третье видео, я даже не знаю, вот о чем говорю, если повторяюсь, то извините. потому что, может быть, я уже об этом говорила, а может быть, я говорила в тех видео, которые я стерла. В общем, когда я собиралась в Америку, я не представляла, что вообще я не думала о том, что я буду работать. Ну, где-то вот. Так были какие-то смутные, то, что я помогу сыну с учебой, и где-то буду зарабатывать деньги, и платить за квартиру. Я аж не думала, что здесь таких огромных денег стоит, вот это вот, снять квартиру. Я думала, это только у нас одна зарплата, это, чтобы снять одну комнату в доме, ну, в квартире. И я не хотела работать. Но у нас, вот, в Нейбухуде, в Пратвиле, там стояла, стояла гостиница, почему-то во дворе практически. Ну, там, она была по шоссе, по хайвею, и на той стороне стояла, но всё равно, она как бы у нас во дворе была, до неё идти пять минут было. И я как-то не сообразила, чтобы пойти искать там работу. Но, в принципе, мы потом уже два раза туда приходили, потом же, там мест не было, там, наверное, одна горничная, на весь отель это было. И около нас, вот, если хайвей перейти, а перейти его было невозможно, потому что в Алабаме нету ни перекрёстков, ни светофоров, ни тротуаров, там всё на машинах, огромные расстояния, и джунгли были там, в Алабаме. И там была целая группа отелей, мариотов было два, по-моему. Потом там были гостиницы holidays, этот day, это у нас был, но, может быть, там тоже day был, я не помню уже, вот здесь тоже красиво. там вот, я не знаю, колдосак или нет, я пойду туда. И мы как-то остановились у гостиницы мариот Кортярд, и мне сын сказал, говорит, а тебя туда не возьмут? Ну, во-первых, у меня такой возраст был уже, 55, свыше 55 лет, и я не думала, что в таком возрасте в Америке берут на работу, а оказывается, в таком-то возрасте как раз и берут на работу. Потому что молодёжь, они часто, наверное, меняют работу, а такие уже, они всё-таки держатся за свою работу. Ну, я, ну, не возьмут, не возьмут, и вот это вот я прошляпила. Я уже сидела без работы, наверное, полгода, мне уже так тоскливо было, я уже разжирела, не знаю как. Я поправилась тогда на 9 паундов. И я устала сидеть, я говорю, сын, давай искать мне работу. Ну, уже, я приехала в сентябре 16-го года, и вот где-то 9 мая вот мы этот, поняли, что мне просто необходимо работать. Ну, и плюс это будет помощь семье. И у моего сына был этот, ну, там они ходили на мастер-класс, и там один был, у него жена была японка, он был афроамериканец, а жена была у него японка, и она работала, вот я не знаю, кем она, менеджером работала или кем, она работала в гостинице, и тоже в Мариотт-Корт-Ярд, но это было очень-очень далеко от нас. Я не буду говорить адреса, это было в другом городе, ехать надо было, ну, наверное, если не часто, по крайней мере, около часа. и меня туда сразу взяли, сразу устроили, потому что у них так принято, чтобы кто-то рекомендовал кого-то, и он даже за это деньги получает, вот кто порекомендует работника, кто найдет, он за это до 500 долларов имеет. Вон туда пойду. Что-то я вот здесь местность не узнаю, я, может быть, здесь была, может быть, и нет. Сколько джипов здесь. И вот меня туда сразу взяли, и я прям чуть ли не на следующий день пошла работать. Я поработала там два месяца. И причем я работала хорошо, я так старалась, я так это, да. Но там было распространено то, что сколько минут, 8 минут, вот я так долго говорю, да, мне, наверное, придется 10 видео таких про работу делать. Ну, ладно, потерпите, может быть, Лене будет интересно и моим знакомым. И я закончу вот этот разговор про первую работу мою. Я поработала там два месяца или три. По-моему, два месяца я там, да. Я там поработала, нет, я там поработала три месяца, а два месяца я уже на второй работе работала. Я уже вначале не помню, вот в этом видео сказал или не в этом, что за все время, что я здесь нахожусь в Америке, у меня было три работы. Я три места поменяла. И, в общем, там такая история, но я в другом видео расскажу вот про эту первую работу.